Детские игрушки нравятся не только малышам, но и их родителям. Во что играют ребята, показывают взрослым. Например, движущуюся пчелу или бибот используют для развивающих игр. Эта технология развивает у детей пространственное мышление, развивает логику, развивает элементарные навыки программирования. То есть ребенок учится не только считать, но и учится ориентироваться в пространстве. То есть сама технология очень интересна детям, потому что заводные игрушки, они интересны ребенку даже начиная с раннего возраста. А для детей постарше есть другие игрушки, специальная киностудия. Ребята самостоятельно снимают фильм о своей жизни в садике. Кроме этого, дошкольникам нравится собирать конструктор. В нашем детском саду есть тоже лего, которое здесь представляется. И деткам очень интересно, они играют, развиваются. И даже я, как родитель, обязательно тоже играла в это лего с детишками с нашими. Привлекать взрослых в игры и в жизнь ребенка очень важная задача. Этот вопрос одним из первых обсуждают на встрече педагогов и родителей. Также сейчас Первоуральские развивают программы, которые помогают молодым семьям. Мы знаем, что сегодня у нас еще сохраняется очередность детей в дошкольной организации, поэтому наше объединение реализует вариативные формы, которые как раз для детей, которые не посещают дошкольные организации. В детском садике существует центр игровой поддержки и консультативный центр. Также родители могут связываться со специалистами виртуально и получать рекомендации, не выходя из дома. Все эти новые технологии – результат совместной работы дошкольных учреждений и Института развития и образования. Представители этой структуры, а также эксперт Национального фонда подготовки кадров приехали в Первоуральск, чтобы посмотреть, как развивается дошкольное образование. Как-то вы это чувствуете на себе или нет? Влияет ли это хоть как-то на вашу деятельность? Или как было, так и осталось? Просто придумали в бумажках новое название вместо стороны. В форме беседы специалисты выясняют, какие новые тенденции появились в детских садах, что бы хотелось изменить и как родители относятся к современной системе дошкольного образования. К концу мероприятия каждый сделал выводы. Эксперты обещали дать советы педагогам. Очень отрадно видеть и новые технологии, и колоссальное количество детей, которые свободно говорят, свободно отвечают на вопросы, которые не боятся ошибаться, что тоже замечательно, потому что, вы знаете, нас когда-то учили, что ответ всегда должен быть только правильным. Но сейчас времена меняются, и прежнее воспитание отходит на второй план. И родители, и педагоги это понимают и стараются двигаться вперёд, чтобы не отставать от современных тенденций.